Виктор Геннадьевич 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 Играл вот так же в то время, это ВИА назывались, там, вокально-инструментальные ансамбли. Ну, мы играли музыку. Здесь в Барнауле? Нет, в Ташкенте, я жил в Ташкенте. Мы играли музыку западную, у нас в то время, как бы, она считалась самой-самой. Я потом с годами понял, что, оказывается, самая-самая рождалась все-таки у нас. Вот эти вот, ну, это технические там вещи. В общем, но рок, наш рок, западный рок, он мне всегда нравился и нравится, и будет, наверное, нравиться. Ну, вот, как вы считаете, сейчас среди молодежи популярна бардовская и вообще авторская песня? И много ли вы видите, может быть, на улицах городов вот таких самодеятельных музыкантов? Авторская песня по сравнению с тем моментом, когда я стал заниматься авторской песней, то есть я стал среди людей вращаться в этой среде, я заметил, что вот даже за эти вот 7 лет интерес у молодежи очень-очень вырос к авторской песне. То есть очень много молодых мальчиков, девочек, которым это очень интересно. Им интересно выразить себя через гитару, донести слово. Вот я несколько раз проводил такие занятия и в Институте культуры в том числе. Что такое авторская песня? У нас как отдельной дисциплины же ее нету. А авторская песня — это же, в принципе, все, что рождено, это рождено из авторской песни. Любая музыка, любые песни. Ну, соответственно, хоть средневековые министрели. Да-да, все рождено отсюда, и все, что смогло донестись достойно, то сохранилось. И вот многие дети стремятся как раз понять, как это можно донести, чтобы это сохранилось. Вот меня это удивило. Не просто научиться играть на гитаре там и спеть песню, а чтобы она прозвучала, вот интересует. Я думаю, вы знаете прекрасно, у Владимира Семеновича Высоцкого в нескольких даже песнях есть упоминания и города Барнаула. Зарисовка из детства, по-моему, и еще одна песня. И не секрет, что он бывал в городе в нашем, сохранились об этом данные. Может быть, нам тоже сделать такой жест почтения и организовать какой-то аналогичный фестиваль? Ну, вполне возможно, но у нас проводят концерты наши барды, наши авторы. Лев Шапир, допустим, проводят концерты несколько памяти Высоцкого. То есть у нас о нем хорошо помнят, у нас все делают, чтобы не забыть. Но организовать фестиваль, к сожалению, это не так просто. К сожалению, всего с финансовой, наверное, точно. Да, финансовая, это не так просто. Но нам хотелось бы, конечно, мы думаем об этом. Ну, а есть какая-то инициативная группа, может быть, которая могла бы заняться этим? Она создана, но пока мы сейчас в стадии оформления документов. Мы хотим предложить нашему отделу культуры, потому что такой фестиваль, он на самом деле нужен. Ну что ж, мы можем пожелать вам только удачи в данной подвижнической деятельности. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был автор-исполнитель бардовской песни Виктор Муравьев. До встречи в эфире телеканала Катунь-24.